2016 год. Новый тренер и надежда, что Орел взлетит на былое высоты. Но на деле все вышло наоборот. Орловские футболисты ушли в отпуск на 11 месте. А теперь клуб и вовсе отказался от участия в первенстве страны. Будущей весной нашей команде придется играть среди любителей. Причина, ну здесь ряд моментов, из-за которых было принято такое решение. Первый момент, конечно, это финансовое обеспечение. То есть бюджет клуба на 2017 год составляет 10,5 миллионов. Логика спортивного руководства понятна. Если продолжить выступление во втором дивизионе, этих денег хватит только на полгода. И уже к лету клубная казна окажется пуста. А спонсоров, желающих помочь команде, которая прозябает на дне таблицы, не было и нет. Сейчас мы находимся в конце турнирной таблицы. Это есть негативный имидж у футбольного клуба. И не только у футбольного клуба, у управления физической культурой, и у руководства нашей области. Мы сейчас должны форсировать эти события. Набрать наших футболистов орловских, выпускников школ. И сделать его футбол достойным. Достойным и, возможно, в ближайшем будущем мы вернемся во вторую лигу. В руководстве ФК «Орел» от комментариев пока отказываются. Ведь официального ответа из столиц на просьбу о снятии со второго дивизиона в клубе до сих пор не получали. Хотя соответствующее письмо в профессиональную футбольную лигу было отправлено еще полтора месяца назад. Я думаю, ситуация прояснится 1-2 февраля. И тогда уже можно будет более подробно сказать о ситуации в клубе и там, где мы будем играть, где будем выступать. Но по факту вопрос с выступлением «Орла» в любительской лиге можно считать решенным. Клуб теперь будет жить в режиме жесткой экономии. Игроков и тренерский штаб уведомили о существенном урезании зарплат до 15-20 тысяч рублей. Футболистов, желающих в такой ситуации покинуть стан «Орлов», думается, будет немало. С другой стороны, появится шанс проявить себя местным воспитанником. В третьей лиге будут в основном молодые ребята наши «Орловские». Иногородних не будет. Кто пожелает остаться, если кто играл, ребята, это уже их проблемы. Будут в основном молодые ребята, школы наши, какие вот сейчас есть в команде были. Ручкин там, Акулова, Кумбрихина, Копылов, студентов ребят. В этой ситуации больше всего жаль местных любителей футбола. Последние годы они наблюдали за поражениями «Орлов» во втором дивизионе. А теперь, если и увидят победу, то только на уровне коллектива физкультуры. В голосовании сайта «Болельщиков» 80% поклонников «Зелено-белых» высказались за то, что профессиональный футбольный клуб нужно было сохранить во что бы то ни стало. Сейчас как официально РФС, или ПФЛ, уведомит нас, что команда наша снялась. Так будет решать с тренерами, с игроками. Сезон любительской лиги стартует в апреле. Теперь вместо дерби «Орла» против брянского «Динамо» или курского «Вангарда» «Болельщики» увидят соперничество с командами «Нового Воронежа» и «Росоши». И далеко не факт, что среди них мы будем в лидерах. Максим Ванюшин, Артём Моисеев, Антон Промыслов для программы «Оперативный эфир».